МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Мать трехлетней Азерея, которая скончалась в областной инфекционной больнице, намерена добиться эксгумации тела ребенка. И все для того, чтобы установить истинную причину смерти. В конце года будет запущена крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция мощностью до 100 мегабайт. С ходом строительных работ ознакомился Ким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Предпринимательница из Шахтинска будет за свой счет восстанавливать несущую стену. Проект уже разрабатывают специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля. Мать трехлетней Азерея, которая скончалась в областной инфекционной больнице, намерена добиться эксгумации тела ребенка. И все для того, чтобы установить истинную причину смерти. Смерть трехлетней Азерея Кокармановой в областной инфекционной больнице стала причиной долгих разбирательств. Прошло уже 9 месяцев со дня смерти, но расследование продолжается до сих пор. Мама умершей девочки Диана Кокарманова заявляет, что медицинская карта ее дочери была переписана. И сокрытие истинной информации о ходе болезни девочки, по ее мнению, поможет врачам уйти от ответственности. Более того, по результатам экспертизы, девочка оказалась полностью здоровой, заявляет Диана. Все органы, главное, здоровые. Но непонятно, от чего ребенок умер. И про врачей вообще ничего не написано. Что у нас вообще никто не подходил, никто не лечил, никто не смотрел. И то, что у них вообще в инфекционной больнице находился врач, у него вообще нет никакого документа, что он вообще инфекционист. И то, что они виноваты, про врачей ничего не пишут, главное, не пишут. Но те вопросы, которые им выгодно, они отвечают по поводу меня, по поводу врачей, они пишут не в нашей компетенции. Все так пишут. Слова Дианы об умышленном сокрытии информации врачами подтверждает ее адвокат Дельфуза Келембетова. Она обнаружила множество нарушений в действиях как медиков, так и следователя. Потом выясняется, что в деле имеется патологоанатомическое исследование, которое незаконное. Оно проведено руководством больницы, инфекционной больницы, самовольно, каким-то образом, незаконно. Они взяли труп ребенка, привезли его на 45-й квартал, хотя было постановление, это же уголовное дело. И, возможно, с целью сокрытия своего преступления, с целью сокрытия, с целью укрытия диагноза ребенка, они сделали вскрытие и сделали так, как ему выгодно. Сегодня мама погибшей Айзере вместе с адвокатом намерены добиться замены следователя, а также через суд провести эксгумацию останков ребенка для повторной экспертизы. Диана Кокарманова заявляет, что не пожалеет сил и времени для того, чтобы добиться правды и справедливости. Официальные лица от комментариев пока воздерживаются, но мы будем воздержать в курсе событий. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В конце года будет запущена крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция мощностью до 100 мегаватт. На территории в 160 гектаров будут работать свыше 370 тысяч панелей. С ходом строительных работ ознакомился Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Строительство солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт – это уникальный проект. Его реализация входит в число инновационных проектов, которые реализуются на территории Карагандинской области. Строительство масштабного объекта требует больших вложений – почти 140 миллионов евро. Инвестиции вкладывают иностранные предприниматели. В настоящее время на территории нашей строительной площадки находятся товары материальных ценностей, которые мы уже получили в виде материалов и оборудования на общую сумму 10 миллиардов тенге. Сумма общих инвестиций составляет с начала года 988 миллионов тенге и только за август месяц примерно 788 миллионов тенге. Один из инвесторов – Голдбек Юахим. На встрече с Акимом области он заявил, что проект инновационный, он включает в себя использование новейших разработок в области зеленой энергетики. Точно такой же проект мы уже завершили в Великобритании. И примерно такую же солнечную электростанцию сейчас строим в Нидерландах. В данный момент идут работы по забивке свайного поля, а также сборке солнечных панелей. Параллельно с этим компания Караганды Жарек ведет работы по установке линий электропередач. Общаясь с Акимом Карагандинской области, руководители проекта выразили благодарность за поддержку, которую оказывают местные исполнительные органы. Производственники также заявили, что в конце нынешнего года крупнейшая в Центральной Азии солнечная электростанция будет запущена в эксплуатацию. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области предстоит еще много сделать для того, чтобы привлечь молодежь к занятию бизнесом. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили предварительные итоги реализации программы продуктивной занятости. Регулярные ярмарки вакансий вносят ощутимый вклад в ликвидацию безработицы. За восемь месяцев года проведено уже более полусотни ярмарок. Около тысячи молодых людей трудоустроены, более трехсот направлены на переобучение. Об этом на аппаратном совещании в областной администрации доложил руководитель управления координацией занятости Максим Галиулин. Помимо прямого трудоустройства и переобучения, молодым людям предлагается обучение основам бизнеса с последующим выделением микрокредитов. По второму направлению, по итогам восьми месяцев обучено основам предпринимательства 339 молодых людей. Завершили обучение и успешно защитили бизнес. Проекты 222 человека, из них получили микрокредиты 30 человек. Обучение основам предпринимательства по ставу бизнес проводится региональной палатой предпринимателей с привлечением специальных тренеров и состоявшихся успешных бизнесменов и практиков. Микрокредиты получили 70 молодых людей, из них на открытие собственного дела 55 человек. Однако это не те цифры, которые необходимы для успешной реализации программы продуктивной занятости, заявил глава региона. У нас есть для сельских районов большая сумма Татьяна Юрьевна, а часть суммы это Караганда. Я согласен, вот Моногорода, они переводят Джисказган, Харажал, Приозерск, Тимиртау. Также не выдано ни одного микрокредитования. Акимобласти указал на необходимость активизировать информационно-разъяснительную работу среди безработной молодежи. К обсуждению этого вопроса в областном Акимате намерены вернуться через месяц. Андрей Тензас, Улан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Предпринимательница из Шахтинска будет за свой счет восстанавливать несущую стену. Проект уже разрабатывают специалисты Управления государственного архитектурно-строительного контроля. Напомним, что владелица продуктового магазина, расположенного на первом этаже пятиэтажного панельного дома, самовольно снесла одну из стен. В результате этого возникла угроза обрушения. Продуктовый магазин под названием «Шахтинск» еще не успел открыться, а уже привлек внимание всего города. Дело в том, что новая хозяйка помещения снесла несущую стену, чтобы увеличить торговую площадь. Пострадали от этого соседи сверху. В квартире на втором этаже на три сантиметра просел пол. А беспокойные жители начали бить тревогу. Шум вокруг этого инцидента заставил предпринимательницу прекратить все работы. По словам женщины, она и не подозревала, что любая перепланировка в панельных домах запрещена. Ну вот, виновата, не подумала. По своей неопытности, в моем здании первое, в своей частной собственности нету такой. Я предприниматель с 2005 года, арендую здание, как бы, ну вот, не знала. Сама наняла людей, да, снесли эту стену. За незнание строительных норм и правил владелица магазина поплатилась штрафом в размере 600 тысяч тенге. Тем временем специалисты архитектурно-строительной инспекции заявляют, что, подобно Марине Белецкой, многие сносят стены, не задумываясь о последствиях. В настоящее время в помещении сделали усиление. Специальная конструкция предотвращает дальнейшее проседание плит. Теперь, значит, разработается специальный рабочий проект по усилению. Здесь равная система будет такая, предусмотрим, мы сейчас разрабатываем. И обеспечим, значит, жесткость в этом поперечном направлении. Вот эта поперечная стена, она в основном обеспечивает жесткость в поперечном направлении и обеспечивает опирание панели по одной из сторон. Специалисты заявляют, что причин для беспокойства жильцов нет. В ближайшее время стену восстановят. Проект разрабатывает многопрофильный институт реконструкции и развития. По всей видимости, ремонтные работы займут около месяца. Все убытки понесет владелица магазина. Я думаю, в течение недели это все должно восстановиться. Ну и самое главное, я хотел сказать, что каких-то неотвратимых или непоправимых действий здесь нет. Что-то там, что могло, чрезвычайная ситуация могла или обрушение. Здесь, в принципе, таких опасений у нас нет. Поверят ли встревоженные жильцы в слова чиновников, неизвестно. А беспокойные люди уже не раз собирали сумки с вещами и документами и скитались по домам родственников. Торжан Лянова, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В одном из предыдущих выпусков новостей мы рассказывали о средней школе в селе Матах, где в здании, рассчитанном на 220 учеников, обучается лишь 62 школьника. В Управлении образования заявили, что эти данные недостоверны. По словам чиновников, школа работает на 100%. Строительство школы в селе Матаккар Каролинского района обошлось государственной казне в 264 миллиона тенге. Недавно в школе появились современные кабинеты физики и химии. Однако сегодня школе не хватает самого главного – учеников. Об этом заявляют жители села и учителя. Сегодня здесь обучается 62 школьника. 11 класса нет, в 10-м учатся 6 человек. Однако здесь же работает и мини-центр для дошколят. Кроме того, во второй половине дня в школе работают различные кружки и секции. Новая школа задействована на 100%, заявляют в областном управлении образования. И также в этой школе есть еще филиал музыкальной школы. Так как у нас сейчас по обновленной программе необходимо открывать и создавать условия для центров для дополнительного образования. Также в послании президента сказано открывать досуговые такие центры, как технопарки. Поэтому там мы открыли кружки по шахматам, по волейболу, по музыкальным направлениям и по краеведению. И на сегодняшний день полностью вся школа используется в полном объеме. Руководитель управления образования также рассказал о ситуации в средней школе номер 36, где на прошлой неделе произошел сильный пожар. Поврежденную кровлю здание уже восстановили. Кабинеты, пострадавшие при тушении пожара, осушили и привели в порядок. С понедельника, 17 сентября, в школе вновь начались уроки. А вот в селе Тузды занятия в отремонтированной школе начнутся 24 сентября. К другим новостям. В Карагандинской области 15 сентября стартовала ежегодная кампания прикрепления населения к поликлиникам, которая продлится два месяца и завершится 15 ноября. Кампания проводится каждый год для того, чтобы у граждан была возможность поменять поликлинику. Об этом и многом другом шла речь на брифинге в областном управлении здравоохранения. Сменить поликлинику жители смогут до 15 ноября. В прошлом году около 30 тысяч человек в стране использовали свое право выбора медицинского учреждения. Это также касается иностранцев и лиц безгражданства. По словам специалистов, данная кампания поможет устранить недостатки в области здравоохранения и значительно повысит качество медицинских услуг. В течение года у нас появились новые поставщики медицинских услуг, новые поликлиники, в том числе частные поликлиники открылись. Они сейчас получили лицензию и являются, также претендуют на размещение государственного заказа и также заявились на кампанию прикрепления. В каждой медицинской организации есть информация о правилах прикрепления, это есть информация на сайте управления здравоохранения. Также стоит напомнить, что в регионе стартовала массовая вакцинация населения против гриппа. Эпидемиологический сезон заболевания начнется в следующем месяце и продлится до мая. Медики отмечают, что ежегодно 20% населения страдает от гриппа. В этом году в нашем регионе приобретено 150 тысяч доз антигриппозной вакцины. В прошлом году принято было около 13 и 14% населения. Принекомендуем показатели 10%. Это позволило создать отмеченную иммунную расходку населения, что снизило заболеваемость острой и респираторной вирусной инфекцией на 8% и гриппом на 16 случаев. Традиционная вакцинация продлится до ноября. Защитный эффект наступает после 10 дней. Врачи подчеркивают, что прививку можно делать только в случае, если организм здоров. Во всех поликлиниках области уже открыты кабинеты для платной и бесплатной вакцинации. В настоящее время наблюдается дефицит кадров в легкой промышленности. С такими трудностями периодически сталкивается каждое предприятие, но чаще – швейные фабрики. Тимирталское швейное предприятие «Фортуна» решило эту проблему кардинально. Фабрика готовит для себя профессионалов самостоятельно. Для этого даже приглашают зарубежных специалистов. Турецкий специалист Мехмед Бей рассказывает тимирталским слушателям, как правильно кроить ткань и конструировать одежду. У Мехмеда не один десяток лет опыта за плечами. В Карагандинскую область он приехал в рамках специальной программы. Мехмед Бей уверен, что со временем у нас в стране появится развитая легкая промышленность. В швейной промышленности Казахстана есть свои особенности. Сегодня я намерен поделиться своими знаниями и опытом. Я уверен, что вы достигнете наивысших результатов в будущем. Тимирталская швейная фабрика «Фортуна» – одно из предприятий, которые реализуют идею краткосрочного обучения без отрыва от производства. Во время обучения слушателям предоставляются все условия – необходимая литература, специальные материалы и оборудование. И самое главное – многочасовая практика под руководством квалифицированных швей-специалистов. В учебном центре «Фортуна» обучается 19 человек, 9 из которых – это по Тимиртау, 10 учатся в поселке Токаревка. Выпущены уже и трудоустроены на работу в поселке Баймурза обучались 23 человека. 23 человека трудоустроены. Для них в Баймурзе был открыт цех от швейной фабрики «Фортуна», где было завезено все оборудование. Девочки сейчас работают там. Сам цех производит специализированную военную одежду. Сейчас расширяют линейку и отшивают школьную форму, детскую, спортивную и классическую одежду. Помимо швейной фабрики «Фортуна», учебные центры созданы на 8 предприятиях легкой промышленности. Гульнур Жакен, Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин